Для того, чтобы во время бури лодка не перевернулась, нужно не позволить, чтобы вода попала в лодку. Если лодка будет стоять на воде, и вода не проникнет внутрь, лодка не утонет. Не позволяйте бури в вашей жизни проникнуть в ваше сердце. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победители в жизни, потому что в вас живет Иисус. Люди спрашивают, где обрести мир и где обрести надежду. Из-за вируса многие люди в растерянности. Но я здесь, чтобы поднять знамя мира и надежды. Наш мир и наша надежда в силе Бога, которая действует в сердцах людей в церкви через церковь. Наш мир не зависит от обстоятельств. Если бы наш мир зависел от обстоятельств, это были бы качели из наших эмоций. Я был бы тогда ужасным отцом и ужасным мужем. Если бы мой мир зависел от обстоятельств, я бы зависел от настроения. Но слава Богу за то, что мир внутри меня не зависит от котировок на бирже, от вируса, от принимаемых в нашей стране законов. Мой мир основывается на Слове Божьем. Сейчас входит реальный вирус. Имя ему — отчаяние. Имя ему — безнадежность и смятение среди пандемии. Люди постоянно находятся в тревоге. Полки магазинов пустеют. Народ в смятении. Туалетная бумага закончилась. Но этим Бог отличается от нас. Он не бегает вокруг в страхе и тревоге в небесном магазине, пытаясь закупиться туалетной бумагой. Бог на троне даже во время шторма. Он — надежное основание. Давайте поразмышляем о том, что произошло с Павлом. Деяние, 27 глава. Да воздайте Богу славу за Его Слово. Местописания будут на экране. Или используйте приложение в смартфонах. Всю жизнь Павел молился о том, чтобы ему представилась возможность проповедовать в Риме. Это была его мечта. Пик мечты — проповедовать Христа в Риме. Но все произошло совсем не так, как он планировал. Он думал, что попадет в Рим другим путем. Но Бог использовал проблему, чтобы доставить его в место назначения, в место, о котором он мечтал. Говорят, что церковь сияет по-особенному ярко, когда особенно темно. В темном свете церковь видна еще ярче. Очень скоро Америку ждет мощнейшее пробуждение. Мы живем во времена кризиса, но нужно им воспользоваться. Мы должны вернуть людей к источнику мира, к источнику надежды. Итак, Павел на корабле, на пути в Италию. Он заключенный на этом корабле. Он находился на нижней палубе. Это не был круизный лайнер. Корабль доставлял заключенных. Если корабль тонет, заключенные погибнут первыми. Он предупреждал, что опасно отправляться в путь по морю в зимнее время. Ветры уже были сильные. Могут начаться затруднения. Мне нравится, что на одной из остановок Павел нашел благоволение у сотника Юлии. Бог будет давать вам благоволение тех людей, от кого вы этого не ожидаете. И вы сами будете оказывать милость тем, кто в нужде. Павлу было дано право навестить друзей. Мир и община народа Божьего, которой вы принадлежите. Связано с миром в сердце. Мир приходит. Когда вы смеетесь над трудностями, вирус хочет, чтобы мы изолировали себя от своей общины. Разорвали дружбу. Но я вдохновляю вас. Позвоните кому-то. Напишите СМС. Привезите кому-то продукты. Будьте церковью посреди вируса. Мир приходит от смелости. Когда вы решаете оставаться смелыми посреди кризиса, кризис обнаружит, на чём мы стоим, о чём думаем, как говорим и как ведём себя. Вот определение паники. Бесконтрольное беспокойство, смешанное с бездумным поведением. Люди словно отключают мозги. Даже неверующие люди утверждают, что паника делает нас ещё более уязвимыми для вируса. Паника и беспокойство увеличивают сердечный ритм. И кровяное давление. Они потрясают человека настолько, что могут загнать в депрессию, в состоянии, когда человек от всего в ужасе и стрессе. Паника – плохое средство против вируса. Лучшая вакцина – мир в сердце. Если вы ищете мир, подумайте, кто его контролирует. Вы. Иисус сказал в 14 главе Иоанна, «Мир мой даю вам». И дьявол не сможет его у вас забрать. Единственный способ забрать его у вас – если вы сами отдадите его врагу. Скажите, «У меня есть мир». Это наше обетование от Бога. И, подобно Давиду, мы можем сказать нашей душе посреди тревог. «Душа моя, будь в покое». Наша битва происходит на уровне разума. Люди бегают в страхе и панике. В прошлом году мы с сыновьями были на карнавале. Было весело. Но потом вдруг в Талсу надвинулся шторм. Карнавал проходил на улице. И вдруг... Настоящая буря. Мы с Лиамом и Бенни как раз были на четвертом колесе. Мы поднимались вверх, и вдруг начался дождь. И я подумал, нужно спуститься и скорее бежать. Наконец мы спустились. Бежать до машины было довольно далеко. Мы нашли большое дерево и стали под него. Ветви дерева закрыли нас от дождя. Под ним мы спрятались. Еще люди. Это было огромное дерево. Там были представители самых разных поколений и самых разных национальностей. Церковь подобна этому дереву. Божье присутствие. Это наше убежище в день злой. Это своевременная помощь, когда она так необходима. Мы, мальчики, были напуганы. «Папа, все будет хорошо». «Да». Прошел год, и мы все еще живы. Недавно я разговаривал со своей прабабушкой. Ей 96 лет. Она сказала, «Каких только кризисов и вирусов я не повидала за свою жизнь. И смотри, я все еще живу и хороша собой». На моем лице улыбка. Она сказала, что людям нужно просто продержаться во время шторма. Итак, Павел был на корабле и начался шторм. Подул сильный ветер. Давайте прочитаем с 13 стиха. Ветер был умеренный и вдруг разбушевался. Корабль начала бросать из стороны в сторону. Южный ветер сменился ветром Евроклидом. По сути, это был ураганный ветер. Они уже не могли ему сопротивляться. Их бросало в разные стороны. Они ничего не могли сделать. Ветер диктовал им направление. Этот шторм определял все. Когда им есть, когда им не есть, что было на полках, что выбрасывалось за борт. Как это напоминает нашу ситуацию? Шторм определяет все наши решения. Но Павел остался покоен. Как сохранять покой посреди бури? Нужно помнить, кто находится в лодке вместе с тобой. Нужно помнить, что Бог с нами. Когда ученики попали в сильный шторм на море, они были совершенно растеряны. Учитель, ты что, не видишь? Мы погибаем. А в это время Иисус тихо спал на корме. Проснувшись, Он сказал, «Вы что, так боитесь? Где ваша вера?» Для того, чтобы во время бури лодка не перевернулась, не позвольте воде проникнуть в лодку. Если лодка будет на воде, и вода не проникнет внутрь, лодка не утонет. Не позволяйте буре в вашей жизни проникнуть в ваше сердце. Не позволяйте ей влиять на ваши эмоции, на ваш брак, на ваш бизнес, на ваши финансы, на ваши отношения и ваши мечты. Храните сердце в покое. Находясь посреди бури, не позволяйте ей вас одолеть. Страх и паника, да не овладеет вами. Пусть среди пандемии в вашем сердце будет царить мир. Кому-то так необходимо. Это слово сегодня. Мир. Итак, в море началась сильная буря. И корабль начала бросать по волнам. Павел рассказал Луке, что это был страшный шторм. Они потеряли всякую надежду на спасение. Из-за туч не видно было ни звезд, ни луны. Царило отчаяние. Они совсем не влияли на курс корабля. Их несло по волнам. И затем в 29 стихе сказано, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Посреди бури людям свойственно терять надежду. На этой неделе я рассуждал о жизни Уинстона Черчилля. Он не был тем, кто никогда не испытывал страх, но он тот, кто шел навстречу страху. Пару лет назад о нем вышел фильм, когда Гитлер привел весь мир в ужас, захватывая одну страну Восточной Европы за другой, когда его войска продвигались все дальше, и когда Гитлер устроил Холокост, весь мир был в ужасе. Охваченные страхом, люди были готовы сдаться, но Уинстон Черчилль выступил с призывом. Он призвал народ посреди пандемии страха. Мы будем драться, и мы не сдадимся. Мы будем драться на побережьях, мы будем драться в портах и на суше, мы будем драться. При встрече со львом худшее, что вы можете сделать, это начать в страхе убегать. Лучше всего смело смотреть ему прямо в глаза. Сейчас не время прятать голову в песок. Нужно смело встать. Мы сражаемся не кулаками, но на коленях перед Богом. Вот как я сражаюсь в своих битвах. Ты становишься сильнее, когда сдаешься ему. На коленях перед ним ты силен. Мы сильнее, когда молимся. Павел сказал, не тревожьтесь ни о чем, но обо всем молитесь. Мир приходит, когда мы молимся. Молитва производит в наших сердцах мир и высвобождает мир в атмосферу. И вот посреди этого ужасного шторма Павел обращается к людям на корабле. 21 стих. Он сказал, «Я вас предупреждал. Перед бедой всегда звучит предупреждение, но вы не послушались меня. И вот мы столкнулись с огромной бедой. Но я уверяю вас, не стоит отчаиваться». 22 стих. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Павел сказал, что получил слово от Бога. Бог заверил его, что это еще не конец. Бог еще не закончил то, что начал. Он сказал, «Ангел Бога явился мне в эту ночь». Послушайте, вы тоже окружены ангелами Божьими. У вас есть ангел от Бога. Пусть это станет вашим кредо. Писание пережило все вирусы, которые проходили и уходили. Библия пережила всех президентов и все правительства, все законы, всех императоров и все террористические атаки. Библия пережила бубонную чему, вирусы и болезни. Как говорит моя бабушка, если бы только люди научились хранить мир в сердце посреди кризиса. Павел призвал всех на корабле ободриться. То, что враг хотел обратить нам во вред, Бог обратит нам во благо. Бог даровал нам жизнь. Бог автор жизни. Он проведет нас. Давайте скажем, «Я пройду». Ободритесь, потому что я верю нашему Богу. Он предупреждал меня. Он не оставит нас сейчас. Вскоре они оказались на острове Мальта. Но перед этим они якорем начали измерять глубину воды. Скажи, брось якорь. Якорь нужен не тогда, когда корабль стоит неподвижно. Якорь нужен тогда, когда ты все предаешь в Божьи руки. Посреди шторма якорь держит корабль. И сегодня я дам вам несколько якорей мира. Мир проходит, когда мы прекращаем попытки его контролировать. Сейчас весь мир и наша страна, в частности, смиряется при мысли о том, что мы не способны все контролировать. Перед нами стоит выбор. Оставаться гордыми и думать, что мы все можем, или бежать к Богу и просить Его о помощи. Господь, я знаю, что ты делаешь. Мир приходит, когда мы доверяем Богу. Евреям 6,19. Надежда – якорь нашей души. Христос – она наша надежда посреди хаоса. Мы не должны бросаться в разные стороны из-за ветра. У нас есть якорь. Но у Бога все под контролем, и Он не застигнут врасплох. Яков сказал, с огромной радостью принимайте все скорби и испытания, потому что это покажет вам, на чем основана ваша вера. Это покажет вам, имеете вы настоящую веру и упование или нет. Если вы все еще надеетесь на человека или на правительство или на ваш счет в банке, на ваш кошелек, то пришла пора стать ближе к Богу. На прошлой неделе я читал о том, откуда мог прийти этот вирус. У каждого свое мнение. Но многие врачи говорят о том, что коронавирус это нечто новое. Это уже известный враг. Вот как-то. Это старый враг в новом обличье. Это все те же козни дьявола, но с новой тактикой. Этот вирус не застал Бога врасплоху. Нет, он придумал новое оружие. Коронавирус это всего лишь новая форма старого врага. Дьявол веками ходит вокруг и сеет страх, панику, болезни, беспокойство, искушение, грех, тьму, безнадежность, мысли о самоубийстве, депрессию и угнетение. Но мы не должны поддаться страху. Мы будем ходить в мудрости и не поддаваться страху. Иисус сказал, кто из вас, беспокоясь, может добавить себе хотя бы локоть, хотя бы один час жизни. Мы имеем победу над вирусом. Мы имеем победу над врагом. Я буду и дальше проповедовать о вере. Я буду продолжать сеять надежду. Вы можете смотреть новости по национальным каналам и ужасаться. Но в нашей церкви мы бросаем якорь надежды, веры, любви, сострадания, и мы утверждаемся в том, что Бог наш якорь. Мы ходим в мудрости, а не в тревоге. Если вы потрясены тем, что слышите по новостям, начните смотреть канал нашей церкви. Мы круглосуточно сеем надежду. Мне подарили ручку с надписью «Отпусти и доверься Богу». Как знали, что следует мне об этом напомнить? Когда я отпускаю и доверяю все Богу, он наполняет меня миром. Филиппийцам 4.6. Не беспокойтесь ни о чем, но молитесь обо всем. Вирус говорит о том, что мне нужно бояться. Вирус контролирует все мои решения. На корабле остались лишь пустые полки. Но Павел говорит нам, не беспокойтесь ни о чем, но молитесь обо всем. мир приходит, когда мы молимся. Когда мы молимся, приходит мир. Молитва производит и высвобождает в атмосферу мир и приглашает Бога прийти на это место. Молитва способна предвидеть все то, чего вы еще не понимаете. И в 7 стихе 4 главы филиппийцам Павел говорит, «Когда вы молитесь, вы переживаете мир в сердце и этот мир превыше всякого ума. Битва происходит на уровне разума. Не позволяйте страху войти в ваше сердце. Когда вы молитесь, приходит мир, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твое и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Если ты веришь в Иисуса, скажи «Аминь». Сменим слайд на экране. Мы не в панике, мы имеем победу, мы не сражаемся за победу, мы сражаемся с позицией победы. Когда я тревожился, я приходил в офис моего отца, я знал, что его офис находится на третьем этаже, христианской школы победы. Я учился в школе и порой чувствовал себя не таким, как все. Я не знал, что меня ждет в будущем. Я приходил в офис отца и стучал в дверь. Иногда он был занят, проводил встречи, но в большинстве случаев он открывал дверь и говорил «Пол, чем тебе помочь?» Я говорил «Папа, я вижу, ты занят». Он отвечал «Я никогда не занят для своих детей. Для тебя я никогда не занят». И я рассказал ему, что мне грустно, что я переживаю о своем будущем. Одноклассники не пригласили меня на день рождения, потому что думают, что как сын пастора я буду обличать их, когда они будут делать непотребства. Он сказал «Пол, я с тобой. Одно знание о том, что мой Папа за меня, что его двери всегда открыты для меня, приносит мир в мое сердце». Друзья, у вас есть Папа на небесах. Его двери всегда открыты. Для вас поступок к нему всегда открыт. Он Бог, который хочет слышать ваши мысли, ваши молитвы, ваши тревоги. Петр говорит «Все заботы вашего заложите на вашего отца, ибо он печется о вас». Возможно, вы выросли без отца или ваш отец был жесток к вам, но отец небесный любит вас. Он за вас, он с вами. Он не потерял надежду на ваше будущее. Он даровал нам победу. Иисус сказал ученикам в лодхе о победе, и они достигли берега. Итак, мы имеем мир, когда пребываем в его присутствии, когда верим в его обетование. Давид оставался в покое даже посреди штормов. Он говорил в 26 псалме, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Если бы я в это не верил, я бы утратил всякую надежду и впал в отчаяние. Как обрести мир в сердце, доверять его обетованиям? Мир приходит, когда я взираю на Иисуса. Мир приходит, когда я поклоняюсь Богу. Павел и Сила были в тюремной камере в ночи. Они начали петь, начали поклоняться. В нашей хвале есть огромная сила. В нашем сердце есть большой мир. Попробуйте на этой неделе прославлять Бога, как только в сердце стучится паника и смятение. Поднимите знамя победы. Мир приходит, когда мы молимся. Я каждый месяц рассказываю своим мальчикам историю Даниила о львином рве. Они обожают эту историю, когда в 6 главе Даниил был брошен в львиный ров. Это случилось потому, что Даниил молился. Он был молитвенным воином. Его за это не любили. Ему хотели закрыть рот. Злые люди хотели диктовать ему все его действия. Нельзя молиться. нельзя ходить в церковь. Но Даниил все равно молился. Да еще с открытыми окнами. Поэтому его бросили в львиный ров. Мне нужны пару человек. Это Джей. Давай ты будешь Даниилом, а я буду одним из-за львов. Еще нужен один лев. Итак, львы окружили Даниила, но Бог ночью послал ангела. Нам нужен один ангел. Итак, когда Даниил молился и рыкали львы, Бог послал своего ангела, и он стал между Даниилом и львами, заграждая им путь. Львы не смогли приблизиться к Даниилу. Молясь, вы высвобождаете защиту Божью в вашей жизни. Молитва делает вас сильнее. Если вы решаете не молиться, вы теряете связь с Богом, которая могла бы вам полагаться на обетование Божье. Мы высвобождаем в молитве Божью защиту и Его обеспечение. Мы благодарим Бога. Ангел закрыл пасть и львам. Подобное произошло с Сидрахом, Месахом и Авденага. Им сказали, если не склонитесь перед истуканом, вас бросят в печь. Бог послал к ним четвертого. Он сохранил их от огня. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я хочу, чтобы вы знали, вы ценны и любимы Богом. Вы Божье дитя, вне зависимости от того, верите вы в Иисуса или нет, Иисус вас верит и любит вас. Он верит, что в вашей жизни есть план и цель. Библия говорит, что у Бога есть для нас будущность и надежда. Его намерение для вас не во зло. Не Бог автор боли вашей жизни. Это не Бог посылает торнадо, ураганы и коронавирусы. Не Бог автор тьмы и болезни. Тогда кто все это затевает? Библия ясно говорит, что у нас есть враг. Имя ему дьявол. Дьявол распространяет по всему миру страх, болезни, боль и страдания. Но Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Вы можете иметь эту жизнь сегодня. Библия говорит, что всякий исповедующий имя Иисуса, призывающий имя Господа, будет спасен. Поэтому скажите вместе со мной, Иисус, я верю в Тебя, Ты нужен мне, помоги мне жить жизнью, которой Ты меня призвал. Во имя Иисуса, аминь. Я верю, что Иисус принял вас, и теперь вам нужно найти себе церковь и начать читать Библию. Начните изучать принципы слова и молиться Богу. И у вас начнется новая жизнь. Ваши лучшие дни впереди. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова